В Славянской администрации прошла 25-я сессия районного совета. Основной вопрос повестки дня – организация и качество питания в образовательных учреждениях. Прежде чем вынести эту тему на сессию, депутаты побывали в школах и детских садах, чтобы изучить ситуацию на местах. С подробностями Андрей Вишневский. Объезд с депутатами Совета Славянского района во главе с председателем образовательных учреждений – отличный способ прямо на месте ознакомиться с состоянием дел, получить информацию из первых рук. В обществе здоровое питание, которое размещается в 17-й школе, есть все необходимое – современное оборудование для приготовления и хранения блюд, складские помещения, специальный транспорт. Готовые блюда и изделия – полуфабрикаты высокой степени готовности – доставляются отсюда в ряд школ, пищеблоки которых не работают по полному циклу. Благодаря созданию данной организации удалось быстро решить проблемы с питанием, в ряде школ улучшить его качество. Столовая 4-го лицея относится к сырьевой, то есть обеды готовятся прямо здесь, из свежего качественного сырья. Весь процесс приготовления пищи, начиная от закупки продуктов и заканчивая подачей готовых блюд, находится под постоянным контролем администрации школы. Согласно меню 12-дневному, не отступая ни вправо, ни влево, никуда абсолютно, все это готовится. Дети старших классов, начиная с 8-го класса первой смены, имеют возможность выбора блюд. То есть такой своеобразный шведский стол, у них два блюда на выбор. Столовая 6-й школы работает в буфет-раздаточном режиме. Здесь организована своевременная доставка готовых блюд и изделий. В столовой готовят только третье блюдо. Побывали депутаты и в учреждениях дошкольного образования. Четвертый детский сад оснащен всем необходимым. Есть все производственные и складские помещения, специальное оборудование. В детском саду идеальный порядок, чисто и красиво. Сразу после объезда депутаты отправились на сессию, чтобы обсудить качество организации питания в образовательных учреждениях района. О том, что сделано и как решаются проблемные вопросы перед народными избранниками отчитался заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он выступил с основным докладом, в котором с цифрами и фактами проанализировал состояние дел. За последние годы сделано очень многое. Обеспечение горячим питанием в школах составило 98%. Правильное питание – это основа для здоровья учащихся. Основная цель, ради которого организовано питание в наших образовательных учреждениях, школах, детских садах – это, конечно, здоровье школьников, которое нам необходимо, реализовывая учебный план, дозирование учебной нагрузки и здоровоизберегающей технологии, растить здорового ребенка. Ну и, безусловно, наша задача – научить ребенка питаться правильно. Полноценное, издалансированное горячее питание, которое мы предоставляем в наших детских садах, школах, оно как раз таки настраивает нашего ребенка на то, как правильно получить ту или иную норму питания. В садокладе председатель депутатской комиссии по вопросам образования и молодежной политики Антон Яценко, основываясь на результатах опроса учащихся и их родителей, проинформировал собравшихся о том, чем они довольны и какие есть претензии. Какие проблемы, по мнению родителей и школьников, представляются наиболее острыми и актовыми? С этой целью были организованы посещения учреждений образования, предприятия, оказывающие услуги по организации питания, а также проведен опрос оценки удовлетворенности организации питания в школах Славянского района Краснодарского округа. Какие проблемные вопросы есть в школьном питании? К примеру, то, что горячие блюда не всегда подаются остывшими, невостребованность рыбных блюд, недостаток времени на прием пищи. Внешне блюда не всегда выглядят привлекательно. Все замечания будут тщательно проанализированы и будут приняты мерой, чтобы их исправить. В решении, принятом депутатами, предписано улучшить информированность родителей об организации питания, усилить контроль за доставкой готовых блюд, обеспечить цикличность меню. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...